Большое спасибо, что вы сегодня откликнулись на это мероприятие. Большое спасибо за это. И мы видим, кому именно небезразлична наша природа. Но здесь факт идет не в том, чтобы убирать за кем-то конкретно, вот, приехать и убирать мусор. На сегодняшний день Сайрам-Угамский национальный парк, вот это ущелье Сайрам-Су, в отличном состоянии. Мусора здесь очень мало. Самое главное – это привлечение молодежи к правильному, активному отдыху. Чтобы наша молодежь умела не только отдыхать, а умела правильно отдыхать. Чтобы она передавала это другим людям. Чтобы она учила других людей. Молодежь Шимкента вооружилась рабочими перчатками и пакетами. Участники клуба, любители активного досуга и студенты нашего города объявили войну мусору. Субботник был устроен в Сайрам-Угамском государственном национальном парке. К акции «Экологический десант» были привлечены также и ребята со станции юных туристов. Сайрам-Угамский национальный парк очаровывает и поражает своей красотой. Но все очарование рассеивается, как только видишь горы бутылок и мусора, которые оставляют здесь отдыхающие и туристы. Организатор клуба любителей активного досуга Евгений Малахов называет таких граждан неправильно отдыхающими и призывает людей уважать природу, да и себя самих. Эта акция была спланирована совместно не только клубом любителей активного досуга, а также с Сайрам-Угамским национальным парком для того, чтобы привлечь молодежь, для того, чтобы они учились правильно отдыхать. Это очень хорошая акция и мы поддерживаем Сайрам-Угамский национальный парк, потому что то, что было раньше, сейчас видно, что проведена большая ими работа. К сожалению, мы сегодня собрали мусор, но это не вина работников нацпарка, это вина тех людей, которые не умеют отдыхать, которые за собой хотят оставить побольше мусора, которые не заботятся о своем поколении. Участники субботника разделились на три группы. Им предстояло убрать свой участок. Я пошел собирать мусор со студентами. Настроение у ребят отличное, они не прочь пошутить и посмеяться, но про свою главную задачу не забывают. Студенты Алексей Красников и Елена Давыдова, услышав об этой акции, сразу согласились в ней принять участие. Вооружившись пакетами, они работают как одна команда. Ни одна бумажка или бутылка не остается незамеченной. Всего за час только двое студентов собрали кучу мусора. Вот так бы побольше таких акций, чтобы наша же природа, чтобы чище было. Сами же люди отдыхаем здесь, приезжаем. И неприятно идти, баклажки валяются туда-сюда. Просто надо за собой убирать, да, люди, охота сказать это. Мы сегодня вот за час где-то два огромных мешка собрали. Это действительно очень много. Просто прошлись по дороге. Даже не заходили вглубь никуда. А там где сколько мусора, кто знает. Я государственный инспектор Сайрам-Угамского национального парка. Сегодня у нас проходит акция «Экодесант». Не остались без внимания и сами отдыхающие. Государственный инспектор Сайрам-Угамского национального парка напомнил им, чтобы все отходы после себя не выбросили в урну, которые находятся в определенных местах. Главной целью этой акции является, чтобы молодые люди, малых лет, студенты активно участвовали в уборке мусора, сохраняли чистоту нашей природы, красоту, чтобы в будущем эта красота осталась нашим потомкам. Участники акции «Экологический десант» за время субботника прошли около 7 километров. Все, конечно, немного устали, но своей работой были очень довольны. Кажется, теперь даже дышать стало легче. И наслаждаться красотой природы теперь можно, не отвлекаясь на следы пребывания человека. Клуб любителей активного досуга планирует на этом не останавливаться и провести такие акции в других зонах отдыха Южного Казахстана.